Вас приветствует ежемесячник Майнкрафт. Это единственное реальное шоу на ютуб, как мне известно. В сегодняшней подводке мы покажем нюхлю, которая вот-вот вылупится из яйца впервые в истории Майнкрафта. Майнкрафт превращается в Космокрафт в новой коллаборации с НАСА. И мы расскажем вам о десятилетнем баге, который наконец-то был исправлен. Ну, привет всем! Я Бобуй, а сегодня в ежемесячнике Майнкрафт мы создадим историю, показав самое первое в мире рождение нюхли. Но, прошу, постарайтесь не бросаться яйцами в экран, особенно если вы все еще недовольны, что негодяй проиграл голосование. Оу, да, а я говорил, что это все появится в скором бета-превью и в джава-снапшоте. Вы сможете найти яйцо нюхача в подозрительном песке подводных руин Теплого океана. Что может быть проще? Или подозрительнее? Это яйцо нюхача раскроется в течение всего этого видео. Если вы положите яйцо на блок мха, то это произойдет быстрее. Так что идем к яйцу с крупосуточной камерой. Он еще вылупляется? Мне очень нужен мой ноутбук. Хорошо, давайте побольше эмоций. Эмоции это одна из моих любимых функций в Майнкрафт Бэдрэк Эдишн. С ними вы можете, например, помахать другому игроку. Но если вы показываете эмоции, но никто не смотрит, то никто и не узнает, как вы эмоционируете. Что по правде грустно. И это то, почему мы обновили эмоции. Теперь ваши эмоции появляются в чате, так что никто их не пропустит. В новом колесе эмоций теперь 4 эмоции на выбор вместо 6, что делает их более удобными. Вы можете одной клавишей использовать эмоции, из-за чего внутриигровой выбор эмоций быстрее, чем когда-либо. Но и вы можете использовать стандартные эмоции, выбранные автоматически. Срочные новости! Яйцо Нюхача скоро откроется! Так, давайте быстрее вернемся к стриму яйца. Упс, это совсем не то, что нам надо. У нас будет больше обновлений яйца Нюхача. Как только мы найдем нового монтажера. Оу, блин! Давайте поговорим о том, что происходит в сообществе. В этом месяце прошел ивент SquidCraft Games 2. Масштабный PvP-турнир, в котором приняли участие более 200 стримеров. Поздравляем создателей Эль Рубиуса, Иба Альяноса и остальных организаторов этого крутейшего события. Для сравнения, мне удалось организовать лишь первый и, судя по всему, последний турнир Можанг Студио Сконнект 4. Оу, да! Я победил! Чшш, я пытаюсь посмотреть вылупление. Ещё одно большое событие, произошедшее на прошлой неделе, это Майнкрафт Чемпионат. Кто участвовал, вы просто красавцы. Мы под большие впечатления от увиденного на соревнованиях. Видимо, наконец-то собралась пресс-конференция, посвящённая десятилетнему багу. Что это за баг? И почему он был так долго? Анна, вас не слышно? В любом случае, мы вернёмся к ней. А сейчас о специальных возможностях. Мы произвели большие улучшения в настройках визуала в релизе Java Edition 1.19.4. Посмотрите. Самым ярким моментом во всех смыслах этого слова стал новый высококонтрастный режим. Другой яркий момент — это новый экран настроек визуала. Он делает эти настройки специальных возможностей ещё более настраиваемыми. А теперь о... Майнкрафте в космосе! В космосе! В Майнкрафте вышло новое дополнение, которое не из этого мира. Мы объединились с НАСА, чтобы сделать Артемис «Собери ракету». Изучайте космическую лабораторию и собирайте ракету, которая доставит астронавтов на Луну. Это дополнение вдохновено предстоящей миссией НАСА, по итогу которой первая женщина и первый человек с другим цветом кожи ступят на Луну, чтобы изучить поверхность нашего спутника немного больше, чем было изучено ранее. Они также попытаются проложить путь для другой захватывающей миссии — отправка первых космонавтов на Марс. Так что если НАСА могут общаться с космонавтами, бороздящими космос, то мы уж точно сможем починить звук на пресс-конференции. Ну а она? Так что там за баг? На протяжении десяти долгих лет этот баг был бичом в славном Майнкрафт-коде. Сегодня мы избавились от этого бага, и мир вступает в новую эру. Говорите. А что это, собственно, за баг? Два слова, мой друг. Разведение лошадей. О-хо-хо, этот старый баг. Окей, суть бага в том, что при скрещивании лошадей с идеальными характеристиками, вы маловероятно получили бы жеребёнка с показателями лучше, чем у своих родителей. Ну, прямо очень редко. Практически никогда. Простите же, ребята. Но теперь мы наконец-то это исправили. Сейчас у вас довольно высокие шансы получить жеребёнка с характеристиками в разы лучше, чем у его родителей. Родители будут им гордиться. Гордиться и устаревать. Думаю, вам интересно, почему мы так долго не могли исправить этот баг. Пусть она ответит на это. Спасибо, Ву. Но думаю, что ты должен рассказать. Не-не, я настаиваю. Спасибо. Это имеет вполне логичное объяснение. По сути... Во-хо-хо-хо, яйцо скоро откроется. Именно вот так родился новый моб в Майнкрафт. Очаровательный Нюхля. Привет, малыш. Вот тебе парочка советов по случаю рождения. Никогда не копай под себя и ни в коем случае не вздумай обниматься с криперами. Я думаю, что это относится к вам точно так же. Увидимся в следующем месяце. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok